Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала и новые возможные подписчики. Сегодня очень важная и жизненно важная информация о кофе. Я жалею, что ранее не записал это видео, которое вы сейчас слушаете. Вот это мое обращение ко всем людям с подробным пояснением всех жизненно важных вопросов по теме кофе. Много лет назад я, правда, говорил в своих лекциях по здоровью и о пагубе кофе, но никогда так глубоко не раскрывал эту тему, как раскрою ее сейчас вам. То, что я расскажу вам сейчас о кофе, вероятно, вы ранее этого не знали, никогда даже не слышали, но, по крайней мере, в такой целостности подхода к вопросу и в таком полном образе и понимании данной реальности вот этой проблемы. Теперь все по порядку. Смотрите данное видео обязательно полностью и не только не пожалеете о потраченном совсем небольшом времени, но уверен, что поблагодарите меня в конце данного видео за эту информацию, которая вам и вашим близким при соблюдении моих предостережений и советов сбережет жизнь и здоровье. Многие люди любят кофе. Ну, как люди сами говорят, пьют для бодрости, проснутся, чтобы не заснуть за рулем, чтобы не заснуть на дежурстве, в ночную смену, на работе и так далее и тому подобное. На самом деле, если объективно отбросить все самовнушения и самооправдания, то в сухом остатке останется привычка и зависимость и более ничего. Любой человек, впервые в жизни попробовав без сахара, молока, специи, черный кофе, не получит никаких приятных вкусовых ощущений напротив. Кофе покажется противным, горьким и так далее, но невкусным. Но все меняется со временем и многое становится привычкой. Вот эти и другие стереотипы и домыслы мы сейчас с вами разберем, а оставим только одну истину. Кстати, а вы слышали о том, что некоторые, наоборот, засыпают, выпив чашку-другую кофе на ночь? Да, некоторые этим даже кичатся, мол, вот какой у меня уникальный крепкий организм. Я поясню природу такого явления чуть позже, но обо всем по порядку. Знаете ли вы, что, несмотря на колоссальное сопротивление, кстати, и деньги, совсем недавно Калифорнийский суд США все же признал кофе канцерогеном, Теперь кофейные компании обязаны ставить на упаковке с кофе специальные маркировки, что кофе может приводить к возникновению рака. Да, дорогие друзья, не удивляйтесь. Кофейные компании за 7 лет судебных тяж так и не сумели доказать, что потребление кофе небезопасно в этом смысле. Почему? Да дело в том, что кофейные зерна в процессе своей обжарки выделяют канцерогенное вещество акриламид, о чем я говорил в своих лекциях много лет назад. А акриламид – это мощнейший мутаген, канцероген, который образуется в продукте, в этих зернах кофе, при его обжарке. Вот почему я категорически не рекомендую потреблять термообработанный шоколад и кофе, так как при жарке какао, бобов и зерен кофе образуются новые, не существующие в сырых плодах, опасные для здоровья синтетические соединения, которые медленно убивают человека, воздействуя на клетку и ДНК, приводя к мутациям при делении клеток в процессе метозы. То есть, без полувыделения клеток. Так вот, одна чашка кофе содержит примерно в 10 раз больше этого вещества, чем доза, которая может принести существенный вред здоровью. Да, то, что будут вопросы о шоколаде, я это знаю, поэтому предвидя наперед скажу, что шоколад я советую есть только безвредный и даже полезный. И да, такой существует. Это только сырой, живой сыроедный шоколад, где нет обработки термической зерен какао-бобов. Что касается акриламида, вы теперь уже знаете, что это такое в общих чертах, что в жареном кофе его больше, чем где бы то ни было в других продуктах. Но, кстати, тем не менее, в 16-м году, совсем недавно, онкологическое агентство Всемирной организации здравоохранения исключило кофе из списка возможных канцерогенов. И это понятно, миллиарды долларов перевесили совесть заинтересованных людей и истину. Ну, впрочем, как всегда. Но канцерогены далеко не все проблемы и беды, связанные с кофе. Слушайте про остальное. Да, а то забуду, как обычно. Я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой данный канал, кто еще этого не сделал. И не забыть нажать на колокольчик, прошу вас, чтобы не пропустить мои новые очень важные видео. А нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео. И не забудете посмотреть те видео, которые будут вам интересны. Продолжаю. Многие пьют кофе по утрам, системно, долгие годы. К чему это приводит? Что происходит при потреблении кофе натощак? Вот вопрос. А происходит моментальная реакция с выработкой соляной кислоты в желудке. И поскольку еды нет, а кислота выделяется, выделяется напрасно, выделяется избыточно, так как она необходима для переваривания вообще-то твердой пищи, в основном белковой, то постепенно такая непродуктивная выработка соляной кислоты приводит к деградацию этой функции, ну, за ее ненадобностью. То есть, к уменьшению выработки самой соляной кислоты в желудке. И тогда уже при потреблении пищи она начинает хуже перевариваться, эта пища. Особенно сложные высокомолекулярные белки, белки животного происхождения и бобовые. Тогда белковые молекулы, частично не переваренные в больших количествах, чем это происходило бы без таких вот кофейных тренировок, начинают попадать в следующий отдел ЖКТ, то есть 12-перстную кишку, где даже под воздействием фермента трепсина, поджелудочной железы, не могут до конца перевариться и всасываются через стенки тонкого кишечника в кровь цельными, вызывая ту самую реакцию антигена-антитела, о которой я постоянно и так подробно рассказываю в своих лекциях, со всеми вытекающими, как говорится, оттуда последствиями. Смотрите мою вводную лекцию о здоровье. 9 причин болезни. Ведь именно это явление, вот эта вот реакция антигена-антитела, является первопричиной всех болезней человека. То есть, потребление и последствия потребления высокомолекулярных белков. В результате многие эндогенные яды остаются и накапливаются в организме, поскольку перегружаются все выделительные системы и некоторые органы, печень, почки, лимфатическая система. Смотрите мою лекцию по лимфе обязательно. Так вот, конечный результат накопления и неполного выведения токсинов из организма есть нарушение деления клеток, грибковые поражения и, как следствие, доброкачественные опухоли и онкология. Еще одна проблема, она заключается в том, и я об этом тоже говорил ранее, что кофе сильнейший закислитель организма. А ведь все среды нашего организма, за исключением желудочного сока, щелочные, кровь, лимфа, спинномозговая жидкость, слюна и прочее. Также в кофе есть разнообразные вещества, которые влияют на слизистую желудка, то есть не только бактерии Helicobacter, и кишечника, приводя к язвам и гастритам, как к непосредственным своим воздействиям, так и излишним закислением сред. В результате защитные барьеры желудка, кишечника ослабевают, и человек начинает болеть, любые хронические заболевания обостряются, иммунитет падает, могут развиваться инфекции и аутоиммунные заболевания. А вот еще одна проблема кофе. Кофе вымывает важнейшие минералы из организма, особенно щелочные, калий, кальций, марганец, натрий, магний и даже цинк. Это происходит именно из-за попытки организма снизить избыточную кислотность кишечника, чем щелочью, конечно. То есть, как с молоком, когда из-за закисляющего воздействия молочного белка козьи, о чем я говорил ранее в своих лекциях, посмотрите обязательно по молоку, организм вынужден брать все щелочные минералы, вот эти щелочные металлы, на реакцию нейтрализации кислот, как из самого выпитого молока, так и из запасов собственного организма. Вот почему. И разрушаются зубы, кости и волосы. Мы сильно закисляем свой организм неестественной, белковой и вареной, донатурированной пищей. А добавить, если к этому кофе, процесс ускоряется многократно. Помните об этом? Еще одна проблема кофе заключается в том, что систематическое потребление его приводит к расслаблению дисфункции сфинктра между желудком и пищеводом. Ну, что в свою очередь приводит к выбросу кислоты из желудка в пищевод. И мы ощущаем что? Изжогу, сдутие, отрыжку. А теперь про энергию. Запомните, дорогие друзья, и не обманывайте впредь себя более. Кофе не дает энергию, а напротив, забирает энергию организма, укорачивая его небезграничные ресурсы. Кофеин, если он вообще есть в кофе, об этом ниже мы поговорим, он стимулирует выработку трех гормонов. Адреналин, норадреналин и кортизол, гормоны надпочечника. Все эти гормоны вырабатываются в организме естественным путем на стресс, опасность, ярость. Они заставляют организм высвобождать любой ценой скрытые резервы энергоресурсов. Ну и в период необходимой мобилизации организма это жизненно важно, чтобы выжить, спасти себя от какой-то угрозы. Такая постоянная кофейная тренировка, так сказать, изнашивает компенсаторные резервы организма, сокращает запас прочности, силы, энергии, и организм быстрее стареет. После прекращения действия этих гормонов возникает упадок сил, то есть упадок энергии, так как резервы истощены, организм требует отдыха, сна для частичного восстановления энергии. Но если человек не отдохнет, не поспит, а будет стимулировать себя еще и еще одной чашкой кофе, то разрушение организма ускоряется, и болезни, которые еще вчера были в латентной, то есть скрытой форме, проявляются и берут вверх над человеком. Возникает упадок сил, хроническая усталость, утомляемость, апатия и даже депрессия. Скажу и в защиту кофе несколько слов. Если бы кофе был органическим, цельным, зеленым, без термообработки, то тогда можно было бы еще избежать подобных пагубных воздействий и даже привести в пример некоторую пользу в некоторых случаях. Но не стоит цепляться, пожалуйста, за мои эти слова. Когда-нибудь я поясню свою эту мысль. Но давайте теперь я вам расскажу, что вы пьете. Если вы вообще пьете кофе, конечно же, да? Может быть, его пьют ваши близкие и родные, это надо знать. Вот я лично отказался от кофе много-много лет назад, когда я стал замечать, что эта привычка переходит в зависимость, и я хочу его пить больше и больше, тогда я сказал себе примерно такие слова. Что я, слезняк, слабак, слюнтяк какой-то? Что надо мной что-то берет вверх, может сделать зависимым? Или я человек? Да, не бывать этому. Никогда больше в своей жизни я не выпью ни глотка кофе, сказал я себе. С тех пор я не пью и не выпью никогда ни глотка кофе. Такова была моя мотивация, как человека сильного. Я тогда еще не задумывался о других последствиях воздействия кофе. А как вообще реагирует, как действует кофе, вот ведь что важно вам рассказать. Ну, как он действует на организм в момент его потребления и спустя какое-то время. Так вот, кофейное зерно, как известно, имеет внутреннюю и наружнюю оболочки. Наружняя оболочка в процессе роста и созревания зерен кофе накапливает алкалоид под названием кофеин, а вот внутренняя оболочка накапливает другой алкалоид, теобрамин. Кто сам размалывает и варит кофе цельнозерновой, тот получает с ним сразу два алкалоида. Кто покупает растворимый кофе, даже самый дорогой, премиальный, получает только один алкалоид, теобрамин. Так как кофеин снимается, слущивается кофейной промышленностью при изготовлении растворимого кофе и пускается на медикаменты, например, цитрамон и энергетические различные напитки. А вот внутренняя оболочка зерна идет на производство того самого, до боли родного и знакомого, любимого растворимого и гранулированного кофе. Поскольку это многомиллиардная индустрия, то уже более 10 лет попытки, все попытки ввести в закон и заставить компании писать на этикетках, что данные виды кофе без кофеина не венчаются успехом, как, собственно, и тот факт, что ВОЗ отклонила неоспоримые данные о том, что акриламид вызывает рак. И это звенья все одной цепи. Деньги ведь решают все, а большие все абсолютно. Какое дело до здоровья людей им? А я надеюсь, вы это понимаете. Ну а что медики, спросите вы? Да они либо ничего сами не знают, либо пьют тот же кофе и верят в его пользу или безвредность. А разницу растворимого с цельнозерновым кофе вообще не понимают, так как не задумываются или давно позабыли основы биохимии, либо не могут или не хотят противостоять системе. А то одни уже противостояли в своих лабораторных исследованиях по влиянию ГМО и трансгенов на организмы мышей и человека. И что в итоге? А их уволили с работы с полным замалчиванием их исследований и выводов. Зато публиковали в СМИ иные заказные исследования более покладистых ученых, которые содержатся этими корпорациями. А этим честным специалистам перекрыли кислород, как говорится. То есть они уже более не могут устроиться и рассчитывать на какую иную любую работу в научной среде. Хорошо живем, да? К чему мир катится? Ну извините, отвлекся. Ради справедливости стоит сказать, что есть маркер растворимого кофе, который все же содержит некоторое совсем, правда, незначительное, остаточное количество кофеина. А есть и те, кто пишут, что кофеина в кофе у них нет. Но это исключение, и ничего они не решают. Итак, кофеин, он сужает просветы всех сосудов, кроме почек. Запоминайте, это самое главное. Кофеин сужает просветы всех сосудов, кроме почек. Потому и повышает артериальное давление крови. Вы помните про гормоны стресса? Они это и делают. А вот сосуды почек, и только почек, кофе расширяет, потому он есть мочегонное средство. Так как повышает кровоток в почках, значит, происходит ускоренная фильтрация крови в почках с образованием мочи и быстрым ее выведением. Причем моча прозрачная, как правило, как вода, потому что почки просто работают холостую. И, кстати, перегружаются, и их ресурс снижается при этом. Этот эффект кофеина проходит уже через 20-25 минут, и тогда наступает явная работа другого алкалоида, теобрамина, так как его эффект медленный и более долгий. Действует он около часа и заключается в том, что теобрамина расширяет напротив, то есть расширяет все сосуды организма, но кроме сосудов почек, то есть с точностью наоборот. То есть артериальное давление из-за расширения просветов сосудов, что снижается при действии теобрамина. Потому у гипертоников, у кого повышенное артериальное давление, от растворимого кофе и нет гипертонических кризов и повальных смертей, как были бы непременно от цельнозернового кофе с его кофеином, а почечный кровоток напротив ухудшается из-за сужения почечных сосудов. Иногда могут быть даже тянущие ощущения в области почек, в пояснице. Ни к чему хорошему такая тренировка в перспективе не приведет. Но кровоток почек при этом можно восстановить, правда не сразу, но все же можно выпив стакан воды. Лучше водородной воды с ОВП минус 200, минус 700 милливольт или содовой водой правильно приготовленной. Но это не значит, что ничего страшного и можно пить кофе и дальше. Хотя решайте сами, стоит пить любимый ваш кофе или все-таки уже не стоит. Важно пояснить вот что. Надо подчеркнуть, что часто после растворимого кофе хочется спать, а не бегать. Это правда и тут нет ничего удивительного. Это происходит именно потому, что в нем нет кофеина, а есть теобрамин. Так что те, кто гордится своей особенностью, мол, от кофе я сплю, вот такой крутой, особый такой, расслабьтесь, товарищи. Теперь вы знаете истину, от чего вы засыпаете после подобного, растворимый, нецельнозерновой кофе, то вы будете разбитый, вялый, сонливый. Если же цельнозерновой кофе будете пить, то искусственная бодрость к вам придет всего на 20-25 минут, а после ждите фазу сонливости из-за неминуемого воздействия теобрамина. Какой бы сорт кофе вы не потребляли, именно потому и формируется в начале привычка, когда через полчаса человек пьет еще одну чашку, чтобы вернуть бодрость, а через 30 минут еще одну и еще, со временем эта привычка перерастает в самую настоящую, обыкновенную и стойкую наркотическую зависимость. Вы человек или наркоман, скажите себе сами. По крайней мере, более не обманывайтесь, что кофе не наркотик, а вы независимы от него. Будьте разумны и честны хотя бы перед собой. Кстати, обратите внимание на то, что дальнобойщики и не только они бьются ночью на 20-х, 40-х километрах трасс от городов, из которых ночью они выехали, выпив на дорожку пару чашечек крепкого горячего горячого любимого растворимого кофе. Ведь действовать у брамина человек не может усилиями воли побороть. Рано или поздно случится то, что случается. Такие же кюветы и аварии можно постоянно наблюдать в тех же примерно 30-40 километрах от кофеин на дорогах, где водители отхлебнут чашечку кофе. Тем более ночью, когда организм особенно сопротивляется бодрствованию. Если у него, конечно, не сбитая естественная программа ритма в жизни, так как ночью человек должен крепко спать, и это естественно. Тут вспоминаются слова поросенка Фунтика из одноименного детского мультфильма советского. Лучший кофе на дороге, отхлебнешь, протянешь ноги. Там смысл другой, однако верный и по причине, о которой я вам сейчас только что рассказал. Биохимия, жизнь, это подтверждаю. Берегите себя и своих близких, если они вам дороги, конечно. Также берегите, что еще важнее, если вы человек порядочный и совестливый, жизни и имущества ни в чем не повинных людей, не пейте не только алкоголь вообще, но и кофе тоже. Ну уж кофе, по крайней мере, за рулем не пейте, по крайней мере, растворимый. Отправляясь в вынужденную ночную дорогу, отоспитесь днем или вечером, в крайнем случае, возьмите в термос с собой черный или зеленый чай, там уж по крайней мере нет теобрамина, а только кофеин, который даст вам бодрость на какое-то время. В жизни человека много самообманной глупости, как только человек себя не обманывает. Например, с алкоголем, говоря, что он пьет и стресс снимает, а на самом деле он только усугубляет свой стресс, и это хорошо видно на энцефалограммах. А то, что ему кажется, что стресс ушел, так это влияние наркотика, то есть этилового спирта, после определенных доз которого человек просто перестает чувствовать боль. Так же и с кофе, дорогие друзья. Энергия-то и есть кажущаяся, но эта энергия, не данная вам самим продуктом, то есть кофе, а взятая этим кофе из ваших собственных же ресурсов, из вашего упущенного будущего. Вот подумайте, дорогие друзья, стоит ли это искусственное 30-ти минутное возбуждение, крадущее вашу энергию, ресурсы организма и потенциал вашей жизни в целом, того, чтобы расплачиваться за эту привычку и гормональную наркотическую зависимость своим здоровьем в угоду 7-минутного рывка своей человеческой слабости и глупости, вместо того, чтобы наладить простое естественное человеческое питание, здоровой пищей и водой, богатой необходимой энергии, вести здоровый естественный образ жизни в любых условиях и среде своего обитания. Что ж, дорогие товарищи, надеюсь на то, что данное видео было вам весьма полезным, ценным. Тогда не ленитесь и отблагодарите меня, обязательно ставьте лайки, вот эти пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте, подписавшись, сразу нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления с моего канала о выходе, ну то есть публикации моего нового очередного важного видео, тогда вы его не пропустите и простимулируете меня к скорейшему выпуску новых видео с очень важной ценной информацией для вас. Что ж, крепкого вам здоровья, дорогие друзья, и здравомыслия. До новых встреч!